Что делать с использованными Саше Coral Mine? Друзья, привет! Меня зовут Светлана. В прошлом выпуске я рассказывала, как правильно пить коралловую воду. После использования Саше Coral Mine мы не выбрасываем их. Сейчас я расскажу, где и как мы можем применять их для здоровья, красоты, растений и животных в быту. Во-первых, эти пакетики надо высушить и положить в банку, закрыть плотно крышкой. Так как коралловый песок – мощный сорбент, он не должен контактировать с воздухом, чтобы меньше впитывать в себя вредных веществ. Здоровье. При любом отравлении – диареи, рвоте, сильной интоксикации, тошноте, высокой температуре, орзе, грипп и другие инфекции любой этиологии – принимаем коралловый песок внутрь. Для этого надо разорвать пакетик, высыпать его в ложку или можно прямо в рот, запить большим количеством коралловой воды. Расчет идет 1 пакетик на 20 кг веса. Пример. Если человек весит 60 кг, 60 делим на 20, получаем 3 пакетика. Можно принять и больше, вреда не будет. Песок выйдет естественным образом, собрав на себя в кишечнике все токсины. На больные колени. Артроз, артрит, ушибы. Намазываем колено толстым слоем жира Эму и посыпаем использованным песком Коралл Майн. Заматываем пищевой пленкой и держим от 2 до 4 часов. Затем снимаем пленку, жир Эму впитается. Стряхиваем песочек. Прикладываем использованный и высушенный в Саше Коралл Майн к любым мокнущим ранам. Можно как к простым, так и к трофическим. Работает как суперсорбент. Сушит рану, очищает и отчелачивает, не позволяя развиваться в патогенной микрофлоре. Использованным и высушенным коралловым песком можно присыпать любые раны, особенно резанные. Быстро останавливается кровотечение. Такая рана заживает гораздо быстрее за счет того, что она изнутри обработана слабой щелочью и нет возможности для развития микробов. При зубной боли кладем пакетик между щекой и десной у больного зуба. Так ходим целый день, можно оставить на ночь. Этот способ помогает уменьшить зубную боль. При гайморите или застойном насморке в Саше Коралл Майн обрабатываем кипятком и вставляем в ноздри. Так дышать по очереди. Саше работает как сорбет и получается вытяжка слизи и дыхание с минералами. Также хорошо при обычном насморке, когда с носа просто потоком течет слизь. Влажные пакетики впитывают в себя всю эту жидкость. Сухие использованные пакетики прикрепляют к ушибам и синякам, хорошо снимает боль и рассасывает гематомы. При укусе насекомых влажный использованный Саше закрепить к поврежденному месту, подержать 10-20 минут. Пройдет зуд и уменьшится отек. Пакетики Коралл Майн можно бросать в любые спиртные напитки. Коралл впитывает сивушные масла. Красота. Использовать как скраб для лица, тела, ступни ног, для лица. Смешивая с пенкой для умывания, такой скраб хорошо делать после принятия ванны или душа, когда кожа распаренная. Нежными движениями по массажным линиям прорабатываем в кожу в течение 3-5 минут. Затем смываем водой. Делать такую процедуру 1 раз в неделю при нормальной коже. При жирной можно 2 раза в неделю. Помни, сильно тереть нельзя, чтобы не повредить кожу. Поэтому для сухого типа лица такой скраб не рекомендуется. По телу. Как скраб от целлюлита и хорошего очищения. Два способа. Первый. Смешать коралловый песок с оливковым маслом. Можно добавить меда. Второй способ. Смешать песочек с гелем для душа в пропорции 2 к 1. Две части геля. Чтобы скраб получился более мягким. Для ног. Также смешиваем с гелем для душа, но уже в пропорции 1 к 1. Скрабик получится более жесткий, с выраженными абразивными свойствами. Для ног. Второй способ. Смешать песок кораллмайн с солью с микрогидрином. Добавить немного жира эму. Нанести на ступни ног. Одеть пакетики сверху носки. Подержать 20-30 минут. Затем аккуратно промассировать и смыть. Для укрепления ногтей в момент маникюра теплые ванночки с несколькими пакетиками кораллмайн. При усталости глаз приложите к верхним векам использованный и высушенный на солнышке пакетик кораллмайн. Для принятия в ванны. Так как водопроводная вода хлорированная, чтобы не нанести вред своему организму. Ведь через кожу тоже поступают токсические вещества. Бросаем 12-15 пакетиков кораллмайн и можно спокойно принимать в ванну. Растения и животные. Рыбкам в аквариум. Работает как очищение и как полезная вода для рыб. Курам, попугайчикам и другим пернатым питомцам добавляют в корм. Кальций очень нужен несушкам. Разводим 2-3 пакетика в воде и делаем питье своим домашним питомцам. Кошки, собаки, хомячки. Животные с удовольствием пьют эту воду. Высыпаем несколько пакетиков песка в горшки с домашними цветами, как удобрение. Особенно, если почва сильно закислена. Минералы кораллмайн обогатят почву и цветы получат дополнительное питание. В вазу со свежесрезанными цветами бросаем 2 пакетика. Или можно разорвать саше и всыпать песочек в вазу. Такие цветы дольше сохраняют свежесть. В быту. В холодильник для устранения запаха. В этом случае надо разложить по 5 влажных использованных саше на каждую полку холодильника. Менять пакетики через 10-15 дней и следить, чтобы они оставались влажными. И если очень много использованных пакетиков кораллмайн, можно положить их в обувь для хранения, как сорбент от влажности. Достаточно 3-5 пакетиков в каждый ботинок. Я думаю, на этом список по применению использованных саше кораллмайн не заканчивается. Эту информацию я взяла у людей, которые уже много лет в кораллклаб. Многое из этого списка я уже пробовала. Результат меня порадовал, поэтому я делюсь. Возможно, у тебя есть свои секреты. А как ты используешь эти пакетики? Поделись в комментариях. Если тебе понравилось видео, ставь лайк. Поделись ссылкой с друзьями. Если еще не подписался, подпишись на мой канал. До встречи в следующем видео. А я желаю тебе удачи и процветания!